До тех пор, пока мы умеем ценить то, что мы имеем, до тех пор, пока мы умеем помнить, до тех пор, пока мы умеем видеть, я бы сказала, услышать. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Сейчас я хотела бы подоставить слово Светлане Ивановне Каневе. Светлане. Вы знаете, честно говоря, мы очень счастливы, что у нас собираются вот в таком форме полярчика, а главное, что у нас есть отличающая возможность, наверное, очевидно, первая, последняя теория, увидеть в 50-х кроватых плеров. Увидеть природу, такой, какой она была. Понимаете, от черного и страшного до светлого и макашизма, от женской реакции и нервности к ребенку до восторга перед миром. Она была разная. Удивительно и по цвету. Она сама делилась в своем творчестве на белый, красный, черный период. Но что бы она ни делала. Понимаете, даже вот маленькие сгиды. Вы всегда знали, что это вверх урок. Почему, непонятно. В ее творчестве можно найти все. И Иону, и Светланова, и Югенстиль. Все что угодно. Но это все переработано с ее душой. Через ее сердце пропущено. И поэтому это всегда же расслаблено. А главное, что потрясает. Вот вы пришли... У вас есть ощущение, что вы пришли на вас как-то в какой-то момент, и он давно уже не пришел. Ну, это сегодняшняя игра, это совершенно... А вы знаете, как трудно художнику удержаться в свое... Не только в своем времени, а в учебу чертаха. Лера передала свое время для сих. Она передала все, что она передала. И люди ее попалили. Все. И всю компу психическую, психологическую, и социальную. Она передала все. И все это выросло. Но сегодня, когда мы смотрим, наконец, на ее работу в страх, где человек схватился за головой, привелся к земле, над землей носятся непонятные хвостатые кометы. Вы понимаете, нам по телевизору показывают, каждую неделю, что конец света близится. Как она могла предусмотреть, что в человеке это светило? Эта работа смотрится совершенно современной. Ну, а если мы посмотрим на ее сакральные вещи? Подумать о том, что это продукт, который создал эти вещи новую практическую смазу? Ни в коем случае мы не воспринимаем, что это решало современную, актуальную вещь. Вы знаете, просто человек, который хорошо владеет весом, отличается от большого хвоста. Именно на этом умении видят самые важные вещи, что в этот хвостах через десятки лет лера актуальный философ. И поэтому очень приятно, что мы можем увидеть то, что очень важно сегодня. И, наверное, будет важно завтра. Значит, завтра мы не будем задавать, что сегодня она, она и будет нам. Хотя, что идет, надо сделать. Но спасибо за спектрику, за то, что она была, и за то, что мама позволила нам это все увидеть. Большое спасибо.